Так, значит, соответственно, еще раз. Так, она у нас погас, наверное, опять сейчас будет ругаться на карту. Нет, не ругается, все нормально. Вот, так, значит, вот это у нас с этим колесом. В данном случае у нас стоит она в том самом режиме, который я советовала, режиме приоритета диафрагмы. Я ее не трогала. Да, 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 нет, просто говорю, что в том режиме стоит. Я всем советую начинать именно с режима приоритета диафрагмы. Это почему? Потому что мы для начала просто осваиваем, как нам работать с диафрагмой. Соответственно, научимся с этим режимом работать. Можно попробовать там режим приоритета уже выдержки и ручной режим. Это AV диафрагма, а TV это выдержка. Да, да, да. Вот, A, апертура, значит, диафрагма, апертура по-английски. То есть, соответственно, мы колесом, опять он уснул. А он, наверное, экономит. Режим засыпания надо поставить другой, а то слишком быстро засыпает. Вот, значит, 2,8, соответственно, как мы уже только что говорили, это, значит, у нас размытый фон получается. То есть, вот именно грипп, я на всякий случай напомню, да, то есть, соответственно, чем шире у нас отверстие диафрагмы, чем меньше ее значение, да, то есть, меньше цифра, вот, тем, соответственно, у нас меньше расстояние глубины резкости, да. То есть, соответственно, чем у нас значение больше, то есть, дырка уже, тем у нас больше в резкости. Если мы снимаем портрет или что-то, на что мы хотим акцентировать, мы хотим поснимать цветочек один, но чтобы все вокруг было размыто, мы ставим значение максимально низкое, погасло и бокс. А если мы хотим снять пейзаж, чтобы у нас было и это дерево, и то дерево, и человек там вдали, чтобы все у нас было вниз до резкости. Тогда мы ставим высокое. Высокое, да, но тоже не надо тут, как говорится, без фанатизма то, что называется. То есть не обязательно, скажем так, для того, чтобы сделать акцентированный снимок, не обязательно делать максимально открытую диафрагму, так и для того, чтобы сделать пейзаж какой-нибудь или полностью с большой глубиной резкости снимок, не обязательно максимально закрытую делать. То есть надо просто подбирать всегда, да. То есть потому что, опять же, если мы сделаем, с одной стороны, максимально открытую, мы помимо размытости, которая не всегда нужна такая сильная, мы еще и пускаем очень много света, что нам не всегда нужно. Иногда бывает просто очень много света, и с ним тяжело справиться, и открывая сильно отверстия диафрагмы, опуская много света, тогда уже нам приходится ставить максимально короткую выдержку, у нас может не хватать количества этих выдержек, когда приходится какие-то светофильтры надевать, то есть поэтому проще может убавить диафрагму иногда. Так и с закрытой, когда вот сейчас тут не очень ярко, красиво, но не ярко, уже сумерки такие легкие, да, если мы сейчас будем делать какую-нибудь там 16 или не дайбор 22, то у нас будет просто очень темный снимок, либо придется делать очень длинную выдержку, и тогда у нас будет смаз, вот о том, что мы в прошлый раз проходили, когда там движение будет смазанное, что тоже не всегда хорошо, поэтому без фанатизма, то есть надо подбирать условия. Ну, еще и про ИСО не забывать в данном случае. Вот сейчас у вас стоит автоматическое ИСО, соответственно, он сам будет подбирать то ИСО, которое… То есть мне на первых порах нужно просто заморочиться и понять диафрагму? На первых порах понять диафрагму, на вторых порах понять ИСО, на третьих порах понять выдержку, а лучше все понять одновременно, на самом деле, по мере возможности. Просто почему я рекомендую начать с приоритета? Потому что, сперва, вы просто понимаете разницу, снимая на 2,8, предположим, на 8 и на 16, вот просто визуально понять эту разницу, да? И уже потом, когда вы ее поняли, натренировались, может, что такое приоритет диафрагмы? Вы ставите ту диафрагму, которую сейчас хотите, жестко привязанную к вашему снимку, а все остальное вам… Точнее, не все остальное, а выдержку вам ставит камера, ИСО вы тоже ставите сами. Ну, так как у вас ИСО сейчас стоит в режиме автоматического, то, в принципе, вы только выдержкой сейчас заморачиваетесь, да? Поэтому, научившись, говорится, понимать разницу между 2,8, там 8, там 16, там 22, когда уже четко поняли, тогда надо переходить к разнице и играть с ИСО. То есть, снять там на ИСО 100, понять, ага, это вот так выглядит, снять на ИСО 400, на ИСО 1600. Вот то, что вы говорите, надо все время фотографировать. Надо все время фотографировать, и фотографировать не в автомате, а пытаться обменять, причем, сразу снимать версиями. Предположим, я снимаю, там, не знаю, вот эту клумбу, я сниму ее в трех вариантах, и дома посмотрю, какой вариант мне нравится больше. Вот, и эти три варианта, я поставлю один, два и восемь, другую я поставлю, предположим, 5 и шесть, и третью поставлю 16 диафрагму, а дома посмотрю. То есть, в первом случае у нас будет, предположим, какой-то один участок клумбы будет резко, и все остальное будет размытое, в другом случае у нас будет участок резкости побольше, ну, какая-то часть все равно будет размытое. А в 16 все будет резко? Ну, практически все, практически все. Большая часть будет резко, правильно будет сказать. Потому что у нас там очень широкая глубина резко изображаемого пространства, то, о чем мы в прошлый раз говорили. Соответственно, в данном случае, когда мы осваиваем ее на приоритете диафрагмы, мы заморачиваемся только изучением диафрагмы. Вот, да. Вот, когда мы полностью поняли, что на что влияет, уже просто поняли настолько, что уже у нас происходит автоматически. Я вот говорил в прошлый раз, что, в принципе, человек ведь когда-то не умел ходить, там, грубо говоря, то есть сейчас, когда человек идет, он же не заморачивается, как ему правильно поставить ноги, чтобы не упасть, он просто идет, потому что у него это уже на уровне подсознания происходит. Или там ложку до карты подносит, он же не думает, не смотрит на ложку, не принесет ли ему мимо рта ее, грубо говоря, он сразу попадает туда, куда надо. Или когда читает, человек когда выучил буквы окончательные, он же просто знает уже, читает слово, не заморачивает, что это буква А, а где у нас буква Б, там, и не ищет ее, потому что это находится на подсознании. Вот точно так же надо, чтобы работало отношение к параметрам вот этой экспопары, то есть чтобы точно так же уже примерно понимали, что если я хочу снять цветочек, акцентированный, а траву сзади него размытую, фон, то я ставлю широкую дырку диафрагмы. А если я хочу снять пейзаж, в котором и близкие, и дальние деревья будут одинаково резкими, я ставлю, предположим, 16 или 22, там надо уже смотреть по ситуации. И просто уже, это даже не нужно, чтобы об этом не нужно было думать, как о буквах, как о ходьбе, как о ложке, и так далее. Чтобы это было на подсознание, человек уже просто понимал, для этого надо просто, как следует, именно поработать и осознать, осознать, то есть осознать, что происходит при широкой, что происходит при средней, что происходит при узкой. Когда мы это осознали, уже переходим к понятию светочувствительности ИСО. То есть мы понимаем, что уже так, вот сейчас погода сумеречная, и сотки нам, наверное, будет мало при наших условиях ИСО. То есть, мы понимаем уже просто, мы не думаем даже, мы просто понимаем, что нам нужно сейчас поставить где-то там около 400 ИСО. То есть, поздним там уже вечером, когда там уже свет фонарей, у нас мы понимаем, что надо 1600 поставить, грубо говоря. Но при этом мы понимаем, даем себе отчет, что чем больше мы ставим ИСО, да, мы очень хотим снять при свете фонарей, но у нас нет штатива, мы можем только опереться спиной, а стену, предположим, поэтому мы ставим 1600, и снимаем, понимаем, что мы поднимаем шумы таким образом. А рука не может иметь, вот, например, вот так, если... Она, конечно, влияет, но не настолько, вы даже не представляете, это не жесткое, на самом деле, крабинание. Жесткое крепление, как я уже сказал, что если мы снимаем на длинную выдержку, и как раз у нас нету цели сделать смазанный снимок, иногда такая цель бывает, то надо ставить на штатив и включать автоспуск, потому что даже нажатие на кнопку, даже если он стоит у вас на жестком штативе, все равно придет к содроганию камеры, которая все равно произойдет некий сдвиг. Он может быть небольшой, но он может быть достаточно для того, чтобы испортить вам снимок. А автоспуск, он здесь заложен или какие-то... Конечно, конечно. Функции автоспуска сейчас найдем именно в вашей камере, это скоростная, скорее всего, здесь же. Так, надо сейчас ее включить. Так, вот оно, вот режим. Вот, видите, спуск на 2 секунды стоит, а здесь спуск на установку и ручную секунду. Ага, понятно. Видите, вот, 2 секунды, этого вполне достаточно. 10 секунд есть. Это серийный снимок, когда подряд, пока не отпустят кнопку, он будет снимать. А, вот так. И выбираем лучшего. Да, да, это в движении, которое снимаем. А как вы в меню заходите? Вот сюда на сет? Это не меню. Это в боку функциональные кнопки, в боку. Баланс белого, режим автофокуса, вот этот выбор серийной съемки. А это сейчас посмотрим, что такое. А, это просто здесь уже, как сказать, небольшие пресеты, такие по четкости изображения. Нам это сейчас не нужно, не будем заморачиваться даже. Вот. Соответственно, точно так же, из горячих кнопок, здесь у нас есть ИСО переключение. Ну, а колесо, так как у нас по умолчанию уже решим приоритет диафрагмы, то колесо у нас отвечает вот за регулировку. А еще у меня вот какой вопрос. Здесь у нас стоит на чем? На мануальной или на автомате? Вот здесь как надо учиться? Э, мануальный, а, автомат. Это я поняла. Мы поставили на автомат. Да, да, да. А сейчас это нужно так на автомате? Ну, мануальный фокус можно тогда лучше снимать уже на автомате, скажем так. Я любитель мануального фокуса, и мы о нем сегодня тоже поговорим, но мануальный фокус занимает больше времени, смотря на что вы снимаете. Если вы снимаете просто цветочек какой-то на грядке или статую, или ворота, или здание, которое никуда не убежит, то я бы выбрал мануальный фокус, потому что он никуда не убежит и может спокойно крутить. Цветок тоже вряд ли куда убежит, дерево тоже вряд ли куда убежит. А, ну понятно. Если человек, например, хочу снять, вот как-то он там идет. Ну, собака бежит, человек идет. У вас пока по неопытности не хватит на это времени. Либо надо ставить на гиперфокальное пространство, но мы его там сейчас пока не будем больше не забивать. Да, да, не надо бы такое слово. Да, вот. Либо надо уметь быстро сфокусироваться, но для этого нужен опыт. Поэтому лучше автофокус. Вот. Но автофокус, у него тоже есть такая богатая штука, как выбор точки автофокусировки. Мы сейчас посмотрим на это дело. Вот это здесь кнопочка у вас находится. Вот она. Это, опять, у нас погас. А вот как бы нам сделать, чтобы он не газ? Ну, наверное, это не надо делать, потому что вообще, в принципе, экраном не часто надо пользоваться. Вот видите, я нажимаю эту кнопку, и вот тут мы можем выбрать точку фокусировки. А, понятно. То есть сейчас мы по умолчанию стоим середина кадра. Но это не всегда хорошо, потому что вообще, как известно, по золотому сечению середина кадра... То есть я хочу здесь, а вот воробей там. И мне, чтобы был воробей нормально? Ну, или по-другому. Мы хотим снять, чтобы вот этот вот памятник и куст у нас вошел, но при этом, чтобы у нас сбоку был памятник, а с этого боку куст. И мы фокусироваться будем все-таки не по кусту, а по памятнику, потому что на нем есть узоры и надписи. Поэтому, соответственно, мы ставим точку фокусировки вот на этот бок, и у нас будет фокусировка уже, ну, вот эта точка будет основной. Как же можно поставить фокусировку на автоматический выбор, но я бы этому не доверял. То есть, можно так, чтобы выбор поставить все точки, и он сам будет искать, какая по-моему правильно. Ну, я уже всегда, я не доверяю автоматуру. Автокурс это вот это, да? Нет, это не автокурс, это выбор точки фокусировки. Вот, вот это выбор. Да, да, да. А сет это типа да? Сет это, во-первых, да, во-вторых, это переключение в режим Live View, но в вашем случае нет. В моем случае это режим Live View еще. Постойдуем отдельную кнопку, это надо изучать, вот и камера немножко другая. Сет это подтверждение во всех камерах. Понятно. Так, ну то есть, давайте просто попробуем на примере, сейчас поставим ее так. Вот у нас сейчас стоит. А, это она нам показала, где фокусировка, да, Даша? Нет, это она показала нам снимок всего лишь. Вот, вот мы поставим сюда, сделаем подтверждение. Еще подтверждать можно кнопкой спуска точно так же. Вот, теперь, если вы посмотрите в окошечко, там в виде ручки фокусировки экран можно закрыть, то увидите, что фокусировка будет по боковой точке. Попробуйтесь навестись, как я говорю, чтобы и куст, и памятник, если войдет, конечно, в кадр. У меня центр кадра будет куст, а это... Нет, нет, смотрите, вот у нас кадр полностью целиком так. Ну, больше, я сейчас скажу, две трети кадра куста, а одна треть памятника, я бы сказал так. Попробуйте. Я как раз поставил так, чтобы точка фокусировки как раз была на памятнике. Лучше кнопку не до конца, чуть-чуть переднажать, тогда нам покажет, где фокусировка. Справа чуть-чуть поднажимаем. А, да, он показывает красненьким. Вот он пикает, да, вот видите, пикнуло. Пик, это значит, что он подстроился под фокус автоматически. Пик, это уведомление о том, что вы находитесь в зоне резкости на той точке, которую вы указали. И как мне теперь посмотреть? А, вот на это? Вот что, сразу же, что плохо в этом кадре, надо чуть-чуть побольше воздуха сверху, потому что чуть-чуть давит. Слишком много снизу и слишком мало сверху. Поэтому, если чуть-чуть приподнять, а в целом, как мы говорили, вот вам, пожалуйста, вошел куст и памятник, и смотрится в целом неплохо. То есть, он виден, на самом деле, да? Я имею в виду, что он не размыт. Да, да, он не размыт. При всем при том, у нас, наверное, не будет размыт, потому что, чтобы что-то размыть, как я сказал, надо, чтобы было что-то в фоне. У нас там фона практически не видно. То есть, предположим, если возьмем на примере вот этой клумбы и мы сделаем широкую дырку, то, то есть 2,8, то вон то дерево теоретически должно уже быть немножко размыто. А вот можно я попробую? Так, значит, я нажимаю... Давайте сперва мы построим выдержку. Да, ой, можно я сама попробую? Так, значит, я нажимаю сюда, чтобы был виден экран. Ну, давайте. Нет. Режим просмотра, нет, нет, это убираем. А это просмотра. А куда надо, чтобы это видеть? Обратно, обратно. Вот он. Вот, 6,3 он сейчас стоит. Поставьте 2,8. Колесом, колесом. Колесом, делаем. А, нет, на банке. Все правильно, все правильно, все правильно. 2,8, не надо делать. Нет, просто я сам. Не, не, не надо уже. То есть, в данном случае основа такая, что ближние предметы, по которым вы фокусируетесь, будут резкими. Вот если вы сфокусируетесь на этой клумбе, на что-то вот из этих цветов, то дерево должно быть размыт. Смотрите, чтобы фокус не улетел выше клумбы, чтобы он именно по клумбе сфокусировался. Он не улетает выше клумбы. Вот я так сейчас сделаю, например, вот так. А еще для того, чтобы было лучше, понятно, не по клумбе, а я сейчас там где-нибудь сяду и лучше по мне, потому что в таком случае будет четче видно лицо. Я положу, вот так вот встану, постарайтесь, чтобы точка нам не была или не сдвился куда-то. А, нет. Нормально, да? Ага. Точка нам не была? Красная точка, да. Давайте смотрим. Открываем эту штуку, нажимаем кнопочку. Вот эту вот, да, да. Вот. Ну, размыто. Размыто, очень красиво, да? То есть получается человек. Ну, вот акцент, акцент, акцент. Даже немножечко размылась клумба, мне кажется. Так, так и есть, потому что 2,8. А теперь попробуйте поставить не 2,8, предположим, 5,6, и я снова встану туда же. Если я не забываю, куда входить. Обратно, обратно. Это включить-выключить его. Так, теперь я ставлю больше, правильно? Да, предположим, 5,6 или 6,3, как у нас стоял, что-нибудь такое, побольше. Ну, вот давайте 6,3. Давайте. Так. 2 даже сделала. Ну, ладно. А они прям раз-раз делают 2? Ну, просто вы 2 же нажали на самом деле. Так, это просмотр. Да, да, все правильно. Так. Видно, что резко. Да. А теперь попробуйте поставить. А обратно куда я ее? Обратно не ешь? Нет, листать как мне ее? А, листать этим стрелками. А, вот, здесь размыт был фон. Заметьте, цвет немножко другой, потому что получилось, соответственно, что другое освещение. Понятно, да. Ну, это точно такая же. 6,3. Вот видите, у нас пишет информация по снимку. А, 6,3, а вот 2,8. Очень хорошо, я дома посмотрю. То есть, я, например, а вот это, а это я удаляю, да, вот это? Не надо пока ничего делать. Все еще лишнее, удалите дома, может. А тут один лишний, чтобы он мне не мешался. А, давайте один тогда удалить. Так, а удалить как? Стрелкой, покажите, удалить ему. Ну, просто передвижение. Вот видите, теперь сет. Вот, там что у нас два одинаковых. Ну, все, понятно, один остался. А на самом деле видно же, вот вверху пишет 2,8, а там 6,3, все видно. Вот, давайте сейчас попробуем на еще более закрытые дырки. Ага, так, на это я вхожу сюда. Да, и сейчас поставим, ну, что-нибудь побольше там. Вот 11. А сколько у меня вообще предел? Посмотрите, по-моему, должно до 30 у вас быть, потому что камера не плохо. Нет, 22, тоже неплохо. Тоже неплохо. Нормально? Нет, это будет очень темно сейчас, 11 хватит, может, сейчас темновато уже. Ой, прям интересно. Ха. Так, снова пробуем. Так. Главное, чтобы точка нам не было. Да, да. Точка, да. Так, просмотр. Здесь уже не так заметно, на компьютере заметьте уже эту разницу. Ну, здесь маленький экранчик не так заметно, но на компьютере заметите разницу этой четкости. Даже так, если присмотреться, вот если смотреть на дерево, видно, что здесь листки. Детальки, детализация. Листки более мелкие видны. Вот поэтому, потому что у нас что? Первый снимок у нас был, это был именно в портретном у нас режиме. Вот он, очень хороший. Да. То есть, вот это у нас портретный режим. Вот. Следующий режим у нас получился, ну, универсальный 6,3 уже, да, то есть, он для портретов годится и для чего-то архитектуры. А последний, это чистая архитектура или пейзаж. То есть, именно тогда, когда у нас нужно много деталей в разных местах, чтобы они все были в резкости. Потому что, если мы начнем на 2,8 снимать здание, то у нас, предположим, середина здания будет четкая, а боковины будут нечеткие. Да, понятно, да. То есть, он не годится, вот, Ну, там есть, наверное, какой-нибудь художественный эффект? Можно, кстати, и попробовать. Ну, художественный эффект, это для памятников хорошо. Для архитектуры должно все-таки все здание быть в резкости. Или, когда мы хотим снимать не здание, а, предположим, маскарон какой-нибудь или какую-нибудь горгулю, тогда это понятно, что у нас как раз интересно только горгулия на здание, все остальное нам не очень нужно, поэтому, как раз, может хорошо его размыть. Но для сильной размытости как раз существует тилдшифт. Вот, специальные объективы, которые очень сильно, они как бы не размывают, они просто искажают немножко пространство, и таким образом получается, что, ну, это можно найти в интернете, просто тяжело на словах объяснить, такие предметы получаются очень сильно акцентированы, как игрушечные такие получаются. Вот, на самом деле, я хочу в результате заниматься какой-нибудь очень декоративной фотографией, то есть, меня интересует архитектура, но с точки зрения именно какого-то декоративизма. Ну, вот, Сперланда, освоить основу, а уже потом переходить уже и к тилдшифтам, переходить на к рыбимому глазу и массу других, я снимаю там и с призма, и со всякой другой, я снимаю вообще без объектива, там, снимаю на осколки бутылок, это уже другая история. То есть, снимаю, закрываю там часть объектива рукой, там, закрываю какими-то предметами, там, и так далее. Это уже другая история. А вы с этим играете? То есть, это ваше изобретение всё? Да нет, изобретение, я не знаю, какие-то вещи я придумал сам, но наверняка их придумал кто-то до меня. Предположим, вот у меня вот мое изобретение лежит в сумке, сегодня он с собой взял, но это стопудово ведь не я придумал. Я просто догадался, что так можно сделать. Вот у меня есть вот такой объектив, который я с тобой сегодня взял. На самом деле, это не объектив, это несколько объективов, скрученных между собой. Скрученных между собой специальными переходными кольцами. Вот это вот всё у нас, всё советские объективы. О, пардон, я раскрутил сам объектив. Сейчас надо его обратно закрутить. Сейчас. Так, так, так. Не ту часть открутил. Вот он, надо здесь крутить. Вот он. Вот это советский объектив МИР-1. Это японский широкоугольный ФИШАЙ. Они скручены между собой. Там у меня ещё одна часть переходная есть. Широкоугольный, это чтобы здание снимать? Ну, это всё, что угодно. Не обязательно здание. Это просто широкий угол. А что он выглядит, какой он такой огромный? А чего уж вы будете снимать, ну, попробуем. И, соответственно, вот не знаю, я его сам собрал, я сам придумал, что это можно совместить, но изобрел-то явно не я. Но такой оптической схемы ни у кого нет, кроме как у меня, потому что... И как это получается? Что получается? Два объектива, да. Ну, вы картинку видели, я там выкладывал не так давно её в этом самом, в нашем разговоре о фотографиях. Мне всё ещё прочитать раз. Там, в общем, где не в отдельном, на двоих, а в общем, где которые разговорят, там у нас есть эта картинка с площади Маяковского, с Триумфальной площади. Вот, соответственно, ну, тоже надо учитывать, что если мы сейчас прицепим его на кроп, то он будет не так выглядеть, как то, что я там показывал. Может, я там снимал на полный кадр. Вот, соответственно, как мы помним, кроп у нас отбирает края у этого кадра. Но всё равно, вот, ради спортивного интереса я сейчас ещё просто расскажу, маленько в сторону, пока не стоит этим углубляться, но я, так как я взял с собой, вот, для того, чтобы, вот тут, как я в прошлый раз говорил, можно снимать на Кэноне неродными, не только на Кэноне, на любом фотоаппарате можно снимать неродными. Существуют для этого специальные переходнички. Вот, я принес вот такой переходничок. Это переходничок на старые советские объективы, ну, не только советские, они японские, там и немецкие объективы М42. На старые? М42, вот, ЕОС М42. Вот, то есть мы таким образом, с помощью этого переходника можем сделать из любого старого, там, объектива, ну, предположим, даже вот из этого, который я только что показывал, можем сделать объектив под Кэнон. То есть мы можем просто продолжить мою конструкцию. Откручим вот эту вот часть. Сейчас, чтобы опять не открутить ничего личного. Так, откручим сюда вот эту штуку. Попаду. Так, и вот у нас объектив с байонетом Кэнон. Выключите свой камер. Так, я выключу. Да, снимите объектив. Нет, нажать на кнопочку. Да, и после этого вращаем. Без силы, ага. Так, а теперь берем, красная точка совмещаем, ставим. А надо нажимать, нет? Давай немножечко трюкать. О, секундочку. О, нет. Чтобы ничего не сломать. Я прям боюсь это в руки все брать. Не надо вот красная точка и красная точка. Я просто не вижу, нам надо совместить красную точку и красную точку. Вот она, без всяких усилий села. Вот. Сразу такая тяжесть. Просто железо. Вот. Теперь просто включите камеру и посмотрите видоискатель. Можете попробовать, просто сняйте себя. Но тут мануальная фокусировка, тут надо крутить руками. И можно даже посмотреть. Но она совсем другая. Потому что он широкого угла. Широкого угла. Он, по сути, например, этот, он отдаляет, да? Он не отдаляет, он просто широкий угол уберет. Вот, у него охват именно по чистой геометрии больше. А ощущение другое. Мне кажется, и нарушается какую-то структуру. И нарушается, потому что линза здесь мениск. То есть, вогнута, выпуклая. Естественно, он немножко ее нарушает. А иначе, поэтому бы не было такого широкого угла. Что он говорит? Ругается он что-то у нас. Давайте включим, выключим его. Так, посмотрите так. А не нажалось у вас там. Блин, как что-то мне не нажалось? Давайте я попробую, потому что, может быть, что-то не так. Что-то пошло, может, не так. Сейчас попробуем. Пошло, у меня это не какая-то. Так. Он ругается в данном случае. Ругается. А, между камерой объективы. Да, он ругается на... Ладно, мы не будем там мучить его. Мы просто посмотрим на другой камере. Ну, мне это вообще впечатлило. Совершенно иная картинка. Да, потому что... Слушайте, а когда вы смотрите объектив рыбий глаз, вы видите вот такое? Вы так и видите вот такое? Ну да, вы же видели там, как бы, на тех кадрах, которые... А я просто думала, знаете, что я смотрю в видоискатель, вижу все время одно и то же, а объектив мне уже потом, когда я вижу фотографию, тот по-другому. Нет, так не бывает. Нет, да? И на пленочных тоже не бывает. Нигде. Нет, на пленочных, естественно, так же получается. Нет, он не хочет по какой-то причине удружить. А может, потому что надо его в мануальный режим переставить? Просто я еще не знаю, почему... Ну вот, почему-то не хочет. Нет, он не хочет почему-то. Вот, не знаю. Ладно, не будем сейчас на это тратить просто время. Давайте поставим... Я знаю, что к Кенну подходит сигнал. Нет, нет. Дело не в том, что подходит и этот подходит. Специально для него ядко на своем снимаю. Вот, но мы просто объективчик давайте поставим. Объектив нельзя ронять? Ничего нельзя ронять. Так. Так, вот оно что. Ну-ка, разрешите камеру снять. Вот оно что. Чего там? Вот оно что. Когда выставляли его, нечаянно оторвали мне чип от этого самого. Как? А вот когда первый раз криво-то вставляли его, я его приклею дома. Поэтому он и ругается. Вот он. Чип отсюда. Как? Я оторвала? Да, да, нечаянно. Но это не страшно, я его приклею. Поэтому он и ругается мне на него. То есть там должны быть даже чипы какие-то? Да, да. Иначе как? Это же электронная камера, он же должен ей объяснить, что именно он здесь такой вид. Вот поэтому. Слушайте, офигеть, как-то он так оторвался. Ну, вот зацепили. Вот когда жестко, я там говорю, что не давите ты к этому. Вот в тот момент я разберусь там, да, уже как-то что-то. Да не страшно, приклею его дома. Вот он чип сам. Вот маленький. А вот площадка, которая к нему идет. Сейчас самое главное, его не потерять. Вот, ну ладно, я покажу его на другой. На своей камере, вот, которую взял с собой чип. Вот мы сейчас пристроим вместе с переходником обратно в коробочку. Я поэтому вышел, очень странно как-то он выдает эту ошибку. Так, сейчас мы это пока положим сюда. Так, и крышечкой сейчас его закроем. Вот. И вернемся все-таки к нашей истории. Вот уже. Так, что, какие у нас еще остались вопросы? Из тех, которые мы должны посвятить. Прежде чем перейдем просто к другому, к широкому углу. И к другому остальному. Ну, пока вот мне все понятно. Ой, а единственное, что вы мне выставите, тогда как было. Как было, она сейчас уже стоит. Нет, она на АВ поставит и все. И все, да? И уже тогда начнется... Да. А, ну да. Все, я поняла. Там уже шире, уже это уже сам регулировать. Вот, теперь мы тогда... А интересно, если оно 20... Если я поставлю, например, 22, это будет вообще, наверное, да? Дело даже не в этом, просто будет очень... Выдержка будет сейчас очень длинная, либо будет очень темный снимок. Вы попробуйте. Вот я сейчас попробую. Да, но я думаю, что надо постараться как можно железнее держать камеру, чтобы как можно меньше она дергалась. Вот она. Но она действительно уже... Она как-то так, чтобы... На этом, да. Потому что у вас выдержка всего 1,15, очень длинная получается. Она действительно железная ручка. Вот смотрите, даже по сравнению с 11, видите, вот 11, какие вот кусты. Не кусты, а трава. Она все равно, конечно, более детальная получается. Ну, я могу снова туда, опять же, вернуться к объекту. Это, собственно, и так видно, что более детальная. Тут даже видны вот на этих сиреневых цветах какие-то лепестки. Я думаю, что на компьютере это будет очень видно. Да, так. Раз у вас есть с собой карта, которую мы все-таки можем снимать. Давайте эту карту сейчас в камеру уже закроем. В принципе, и перейдем к этой, то, что я принес с собой. Так. Сейчас. Разжму. Так. А принес я с собой 8. В то, что я рассказывал. Вот это вот беззеркальная камера. То есть, она отличается компактностью. В принципе... А не дороже беззеркалки? Да, на сегодняшний день, наверное, нет. Уже поначалу, когда только появились, были дороже. А сейчас... Ну, вот тушка такой камеры стоит порядка 30 тысяч, грубо говоря. Да? То есть, без объектива. Вот. Тушка таких камер зеркальных стоит примерно столько же. То есть, примерно... Ну, да, они примерно столько же. Ну, может, чуть на 3-5 тысяч. Эта вещь просто компактнее. И у беззеркалки другой рабочий отрезок для объективов. Соответственно, на нее можно больше всевозможных экспериментальных, скажем так, каких-то стекляшек сажать. Больше каких-то вариантов для опытов. Ну, и кого-то важна компактность. Мне вот компактность не очень нравится. Я брал ее, в основном, из-за экспериментальных возможностей. Вот. И плюс, ну, как бы попробовать новое. Мне как раз ухватистой камеры более нравится, чтобы она была побольше. А вот такая, да? Ну, и лучше еще побольше. Вот. А так, в принципе, я говорю, что просто многим важно ставить сюда объектив поменьше. Сейчас мы как раз к этому перейдем. И иногда, на самом деле, вот она вообще вот эта вот, потому что престижная у меня. Вот, на самом деле, она вот. Ну, вообще маленькая. Да, и плюс вот такой объектив. Она для путешествий какая-то. Ну, вот люди любят, да, для путешествий убрать. Это сверху электронный видоискатель. То есть у вас там оптический. У меня электронный. У него есть свои плюсы и минусы. Минус у него такой, что в отличие, потому что вот ваш, можно на выключенных. Сейчас камера выключена. Вы посмотрите, все равно увидите картину, посмотрите, увидите. Вы мой не увидите, потому что он электронный. Ему для того, чтобы работать, нужно питание. Он точно так же в беззеркалках, как и в зеркалке, мы смотрим как бы через объектив. Вся равенство заключается в том, что у беззеркалок нет зеркала, которое поднимается. Там внутри какой-то был. Да, зеркало. Там ведь как работает зеркальная камера. Вы смотрите через объектив, но чтобы это увидеть, то через пентапризму происходит и через зеркало направление, где видоискатель, где объектив, то есть чтобы вот сюда перенаправить, как телескоп, да. То есть, соответственно, вы смотрите таким образом через это перенаправление. Здесь происходит то же самое, только здесь зеркала нету. Здесь просто напрямую сразу стоит матрица. Там ведь как происходит? Вы смотрите через зеркало, а в момент съемки зеркало поднимается, и, соответственно, поток света с изображением сквозь объектив падает либо на пленку, либо на матрицу. Здесь просто сразу же стоит матрица. То есть, получается, что зеркалка менее надежная? Объектив на секунду снимите, просто посмотрите. Только недолго, чтобы пыль твоя не задула сильно. А я видела только что. Да, просто посмотреть, как выглядит. Вон оно зеркало. Увидели, все, закрывайте, нам пыль-то мне нужна. А теперь я покажу. Закрыли? А теперь я сниму здесь. Сразу же матрица. Вот, все, закрываем, чтобы просто пыль тоже не надулась. Вот, соответственно, как бы здесь просто нет зеркала. За счет этого мы экономим очень много места в камере. Но мы смотрим точно так же напрямую. За счет электроники просто. Там более устарела система. Но при этом, как я рассказывал, на сегодняшний день люди спорят между тем, что лучше зеркалка и беззеркалка. Все равно такой скорострельности, которую можно достичь в зеркальных камерах, беззеркалки пока не позволяет. И некоторые другие. Как я сказал, предположим, возможность. Когда у нас там заряд мы хотим сэкономить по какой-то причине. Там батарейка уже садится, запасной у нас нет. То можно на этом сперва посмотреть в выключенной камере видоискателя. Там отстроить все, что надо, как говорится, для себя. А потом уже включить камеру. Здесь это не получится. Ну, а плюс электронного видоискателя, который я наступил в том заключается, что он электронный видоискатель. Он более четкий и, соответственно, когда мы снимаем в темном каком-то там, подположим, помещении, даже вообще в ночное время, он работает даже как оптический прицел. То есть нам чуть-чуть проще работать. Ну, это так уже дополнительно. Сейчас на камере давайте поставим вашу карту памяти, чтобы вы могли с собой нести эти снимки. Так, сейчас я ее подожду, я ее сейчас сама вносила. Сбоку. Так. Сбоку. Так. Свою я положу в карту. Нажимать. Тут надо нажимать или нет? Да-да, нажать она выпринят ее. Просто нажать она. Нет. Не-не, на нее, на карту. А, на карту. Раз. Ага. Все, давайте ее поставим. Так. У вас будет две папки. Одна папка будет кэрнер. Я вообще боюсь технику. Не на две бы. Я тут карту мы поставили. Сейчас я включу режим джипега тоже. Что-то я как-то пальцем раз на объектив, он уже с какой-то штучкой. Вот не надо на объектив. Юбкой протирать не надо на объектив. Не надо специальными протирать ринжфеном. Вот не надо только тряпочками, платочками, всякой фигней протирать этот самый, как же его, на объектив. Вот. Соответственно, вот давайте, там крышка снизу лучше, закройте его крышкой, пока его уберите, потом отдельно подниму. Сейчас перейдем к этому пока. Сейчас поставлю варитет тоже, приоритеты диафрагмы, так же как. Так, и все маленько убавлю. Как морозилка, да? Вот так вот. Ну вот, собственно говоря, можете просто заглянуть в это. Не, лучше сюда смотреть. А нажимать на это надо? Вот, вот надо, да. Просто посмотрите, попробуйте сделать снимок этим. Ой, какой-то он другой совсем. Ну, потому что это электронный видоискатель. Обалдеть. Это я не делала, наверное, снимок. А, вот. А теперь предлагаю сделать такой же снимок. Он такой чудной. Давайте попробуем сделать такой же снимок, который мы снимали. Я опять стану, только здесь другое фокусное расстояние. То есть я понимаю, что у меня вообще совершенно не... Давайте я попробую так же встать. Ой, он вообще, он как-то очень приближает. Ну, потому что другое фокусное расстояние. А тут нет красной точки, что ли? Нет, здесь нету. Здесь нету. Здесь нету. Здесь... Так, посмотрим. Вот, то есть улетел мимо меня на дерево, потому что в данном случае фокус. А я вроде как это фокусировала. Нет, давайте просто я выставлю так, как вам надо. Здесь по-другому. Так, я сейчас поставлю вам... Еще раз попробуем сделать. А тот мы сейчас удалим. То есть у меня фокус получается на вас сейчас? Нет, фокус там у вас был... Это самое, как же он туда улетел на дерево. А, ну да, вот. Да. Или может оставить он для... А почему так? Потому что фокус улетел туда. А каким образом? Потому что он был выставлен в этот угол? Да. Вот, соответственно, сейчас, если вы... Видите где? Можете по экрану, если вам удобнее? Вот видите, где зеленая? Соответственно, зеленая еще была на мне сейчас. Нет, даже вот так, мне кажется, прикольней. Угу. Вот. Так, ну-ка. Посмотрим, что получилось. Вот зеленый. Тут точки нет, а такой квадрат, правильно? Да, да. Здесь по-другому. Вот теперь. Вот, ага. Теперь вот так вышло. На самом деле, такое впечатление он на меня вот это произвел. Да. Так, а теперь мы сделаем, чтобы было для понятности. Вот этот объектив 60. У него 60 миллиметров фокусное расстояние, да? Угу. Вот. Теперь, чтобы вам... А у меня какой объектив? 40. 40. То есть это более широкий? Ну, более узкий, то есть не наоборот. Широкий это маленькое. А, широкий это 5. Широкий это, ну, 5 это... Ну, понятно. Вот этот объектив, как ни странно, это объектив. Вот он называется BodyCup, объектив, крышка. У него довольно-таки широкий угол, но у него, он только одна вот такая пинхольная линза, и диафрагма только 8, другой нет. Угу. Ну, просто я взял его для того, чтобы показать, как это выглядит. Ну, сейчас его нацепим. Нацепили, открыли, включили. Смотрим. Здесь другой. Ну... А здесь как мой, наверное, будет. Не-не-не-не, намного шире. Ну, мой, то есть, а шире выглядит как? Более приближен? Шире? Шире? Ну, как угол же шире. У меня более приближен. У вас угол уже получается, здесь угол шире. А вот сейчас не вылезло зеленого этого. А здесь не будет, потому что здесь гиперфокальная, здесь все в резкости будет. Здесь всегда будет. То есть, здесь уже поэтому и не появляется вот это вот? У нас нет необходимости, потому что у нее, скажем так, какую бы часть вы ни снимали, она все равно будет в резкости. То есть, понятно, потому что, когда делала снимки я, более близко стояла эта клумба, то есть, а тут больше охват просто. Ну, я, да, я так объясняю, на самом деле, я понимаю, о чем я говорю. Ну, отлично. Охват больше с этим, чем с моим. То есть, соответственно, вот она вот тут у нас входит и вся клумба. Вот как раз то, что называется хорошо для пейзажа. И вся клумба, и дерево за ней. Вот, соответственно, все у нас вошло. Вот, если мы отлистаем назад, так, не туда, пардон, куда мы пошли? Вот. То вот 60, а вот у нас, соответственно, 15. Вот и хорошо видна эта разница. 60 и 15. Да. А теперь мы попробуем нацепить то, что я показывал, то, что у меня получилось за Кенов, потому что кое-кто взял и оторвал чип у моего переходника. Вот. За что взять бы и оторвать рухи, конечно, но не будем этого делать. Вот этот переходник. Там был на Кенов, этот переходник на эту систему. Увеличим рабочий отрезок, и длиннее стало сразу же. Так, этот объектив мы закрываем. Снимаем его. Так, красная точка. Так, раз. Получается вот такая забавная конструкция. Ой. Я ничего подберу, сейчас крышка всего лишь упала. На самом деле, после того, что и широкоугольник, это нас не так сильно уже поражает. Да, это не так сильно поражает. Но будет немножко... А в чем его отличие? В чем его отличие? Его отличие, как сказать, в оптических возможностях. Он же более такой какой-то, туманный. Он дело даже не в туманности. А в том, как бы сказать, наверное, лучше вот снять вот таким образом, чтобы было виднее. Вот как вот картинку вот сейчас мы снимем на него. Так, а сейчас мы его выключим и снова поставим вот этот и возьмем этот же участок. Чтобы было просто понятно по геометрии. Угу. Ох, уху, мишки. Так. Фотографии можно учиться в своей жизни. Можно и даже нужно. Так. Включаем. И смотрим сюда же. так просто сейчас сравниваем вот это вот снят на этот а это на тот понятно на круг смотрите я даже не про краски сейчас а именно про геометрию потому что и вообще все по-другому ну другой это потому что другой объектив на данном случае про геометрию больше по расположению геометрии он выгнутый такой получается а там ровненький да да потому что у этого министровый объектив как я уже сказал да так что то ищу там тыс айдеретно у рыбьего глаза какой вот это вот цифра в смысле цифра вот например здесь 40 где-то 60 у этого 6 6 то 6 но на кропе это будет соответственно где-то 9 а это не было рыбий глаз это был рыбий глаз это рыбий глаз вот я сейчас а можно мы рыбьим глазом снимем например вот вот здесь она здесь выпуклая а у рыбий глаз не 6 нет они есть разные даже еще меньше вот я видел какие-то картинки может они подтянут фотошипе они вообще вот такие я еще раз бы что для этого нужен не кроп а полный кадр это только что об этом говорил я пока еще слабо в терминологии еще раз у вас кроп камера соответственно и кроп камера потеря от полного кадра один с половиной или два то есть грубо говоря у вас теряется большая часть фотографий с кадра с краев поэтому соответственно если вот этим снимать на полном кадре то у нас фотография получится не форме прямоугольника форме круга вот круговая такая фотография а если этим снимать на моей камере а нельзя его сюда поставить можно но мы сломали переходник только что поэтому уже нельзя еще пять минут назад было можно какой кто взял и отломал чип поэтому соответственно уже нельзя так крышку надо поднять поэтому уже нельзя и все то что я задумывал на каноне пустую пока я не починю обратно переходник или не куплю новый не знаю каким образом он сломался вообще зацепили там хрустного тогда я почему искал аккуратно говорю не надо давить вот это зацепили по видимо им все очень просто надо научиться ставить объектив очень просто на них нарисованы красные точки красная точка с красной точкой не надо пытаться поставить его по-другому вот и все не надо это основная ошибка всех начинающих вставлять начинать крутить его просто так красная точка для этого и нарисована большинство начинающих они это как раз сразу видно начинающий человек он меняет объектив он просто присылает и давай его крутить пока не попадет как говорится там нужные места таким образом очень часто портятся и объективы то есть я когда снимаю я нажимаю на кнопку и сняли а когда я когда я это уже не важно самая главная совмещение красной точки на объективе ну или белая она может быть точкой или белый квадрат вот с красной точкой на камере попытка поставить по-другому объектив приводит к поломке камеры объектива байонетного крепления чего-то поломки чего-нибудь на случай мы оторвали чип таким образом потому что он выпуклый и соответственно поставили не красной точкой как-то и зацепили и оторвали его при повороте вот и все поэтому чипа у нас нету и мы к сожалению сейчас не можем поставить на кэнон увы потому что камера удивляется и говорит что за фигню вы на меня поставили не понимаю вот рыбий глаз он какой фирмы он состоит из нескольких объективов не этот объектив последний рыбий глаз а целиком рыбий глаз то есть понятно вы вот нет не так на самом деле вот этот объектив тоже рыбий глаз но у него другой угол я беру просто несколько объектив совмещаях между собой и у нас получается просто еще более широкий угол рыбий глаз за не разность просто дроби глаз это ведь не ширина угла это структура линзы определенная потому что широкоугольник может быть не быть рыбий глазом рыбий глаз это именно мениска вот это линзы которые искажения вот эти вот по краям закругленности и так далее потому что широкий угол нет ну конечно чем шире угол тем больше в принципе идет искажение геометрически как я уже сказал что начинает там столбы всякие гнутся знание там как-то меняет форму но просто у рыбий глаз эти максимальные искажения и у него конечно всегда угол очень сильный у него угол вот я специально еще взял другой широкоугольник с собой посмотрели я взял еще сейчас на этот не поставим что бы ничего не уронить так что бы ничего не уронить так я взял с собой еще парочку широкоугольных объективов по чего в прошлый раз мы хотели говорить по широкий угол то я не взял с собой несколько широкоугольных чтобы нам было понятно просто вот еще вот такой этот тоже очень хороший широкоугольный объектив вот это 17 это широкоугольный тоже объектив вот хорошими на тем что это тоже как у вас фиксированный и светосильный то есть у нее тоже 2 и 8 2 и 8 диафрагма и он фиксированный и он даже внешне немножко похож но при этом только он шире он шире почти как тот а вот вы его выдвинули а если его не выдвинули то он просто открылся он так все он фиксирован и он не меняется это не зум вот все вот он сфокусировался все тех людей фотографирует они далеко соответственно получается да но зато можно сфокусировать рядом сидящего человека вот только нет но он будет портретом портретом он не будет в смысле сам снимок можно звать портретом но теоретически широкоугольником не рекомендуется снимать портреты потому что у человека получается искажение на лице тем мы не сможем так близко снять а этим сможем вот то есть как бы этим хорошо то что я могу практически вплотную вот так вот снимать что конечно очень не хорошо как вот плотно снимать глаз точно также но только единственно что лучше конечно не широкоугольник ставить для этого просто поставить какой-то это ради бог может вплотную снимать и глаз и даже часть глаза там все что угодно принципе потому что сейчас у нас вот все портретные условия то есть у нас 2 и 8 задник у нас размывается но широкоугольный объектив широкоугольные объективы не так красиво размывать задник и еще раз, как говорится, мы сейчас как бы не гонимся за красивостью, это все дома можно удалить, потому что эти портреты не являются какими-то художественными, мы гонимся затем, сейчас секундочку, чтобы понять разницу, да, вот, размытие есть, но оно слабенькое такое, никудышное и не очень красивое, потому что этот объектив, он для широкого угла, он для того, чтобы как раз снимать архитектуру и так далее, а для портретов нужно что-нибудь другое, сейчас мы сделаем, меняем вот этот широкоугольный объектив, мы его выключаем и ставим обратно, вот тот 60, близко мы снять им уже не сможем, так, близко мы снять им уже не сможем, но зато мы можем размыть покрасивее задник на счет глаза, ровно так и получится, сейчас, ну можно еще ближе будет совсем глаз, но для того, чтобы нам переписнять все-таки портрет, чтобы у нас было примерно похожей ситуации, то есть это размывает фон, чтобы нам просто посмотреть, глаза закрыты, вот открытые глаза, мы видим какая задница здесь, как говорится, и смотрим какая здесь, вот она разница, дома на компьютере посмотрите, это можно удалить, мало того, что она, еще и глаза закрылись, они все ужасные, потому что мы сейчас мы сейчас не гонимся, это все дома удалите уже, потому что они не художественные, мы сейчас просто смотрим их как технические, вот, это вообще какой-то, да, вот, ну, грязный, я не такая, нет, дело не в том, потому что надо учитывать же свет и все остальное, мы сейчас этого не учитываем, потому что если бы снимать портрет, я бы сейчас вообще здесь не снимал, потому что мы в тени некрасиво, надо выйти туда, где красиво солнышко падает, там вот, или еще что-нибудь поискать такого, у нас другая маленькая задача, вот, соответственно, это у нас уже портретный объектив, это объектив на 60 и тоже, тоже 2, и, кстати, надо сказать, что они оба фиксы, оба 2,8, вот, но при этом тот широкоугольный, мы даже видели расстояние, с которого я снимал один раз и в другой раз, одинаковые, скажем так, портреты, да, и смотрим, какая картинка получается, и теоретически этим можно снимать даже людей на лавочке. Хватает, да, то есть, потому что... Нормально, видно. Да, да, ну, так как я тут практически не целлюстно, может, не очень резко, но это не важно уже, мы сейчас как бы не про это говорим. Нет, я все поняла, теперь у меня такой вопрос, вот, объективы с зумом. Объективы с зумом? Вы их используете? Да, использую, но не очень люблю, но использую. Вот я специально взял... А почему вы их не очень любите? Сейчас расскажу, я сперва покажу, вот объектив с зумом, я его тоже взял. Этот объектив тоже средней широкоугольности, от довольно-таки широкого до почти портретного. На самом деле, 40 портретом, как я уже сказал, не является, но... Вот объектив с зумом. У него от 14 к 42. А каким образом он крутится? Ну, руками. Руками, да? Да. Вот он... Есть автоматические какие-то зумы или все зумы крутятся руками? Есть автоматические, но зум вообще не очень хорошо. Вот, и то же самое. Вот. А интересно, чтобы совсем, например, приблизить эту пару? Нужно просто посильнее. Уже нужно не 40, но тут 100 или еще что-нибудь такое. Это... Смотри, какая задача у объектива. Если мы хоть... А вот, например, этот зум, который самый простой, 18-55, он плохой? Его не покупать? Понятие не в плохости. Мы уже еще раз говорим, что, может, 18-55, скорее всего, он просто китовый, и он просто... Там стоит некачественная оптика. Вот, как я уже говорил, что вот этот вот, на самом деле, я его принес показать, именно как пример китового объектива. Это китовый объектив, примерно как вот 18-55, только еще шире. Это 14-40, да? Он небольшого размера, с ним камера, если еще вот эту штуку мою снять, сверху видоискатель мой, тут вообще становится практически как мыльница. Она снимает мало места, и при этом у него фокусное расстояние от широкого угла до среднего портретного, начиная еще от начального портретного. Качество картинки так себе, вот, будем так говорить на нем. Ну, просто дешевый простой объектив, но он зумовый объектив. В чем разница? Я уже рассказывал, разница в том, что в одном случае объективы делаются из хорошего, качественного оптического пластика или из стекла. В другом случае это низкокачественный простенький дешевый оптический пластик, который очень быстро мутнеет, царапается. Ну, царапины можно, конечно, этот вопрос решить. В любом случае лучше покупать защитные фильтры на стекла, защищать их от царапин, от грязи, от брызг и так далее. Стоят они немного, и лучше их менять, чем менять, скажем так, сами объективы. Ну, если это дешевый объектив, то смысла покупать к нему нет. А по вашему мнению, лучше иметь 1,40, например, 1,60 и 1,20? Ну, нет на самом деле такого критерия, потому что в зависимости от съемок, я вот как-то на одном из наших занятий говорил, ну, вас не было, что, предположим, мы хотим поехать в поездку какую-то и вести с собой целый рюкзак оптики, это довольно-таки сложно. То есть поездка какая-нибудь по горам лазить, там собираемся по лесу много ходить. То есть мы представляем, что нам с собой будет, у нас же разная будет необходимость для съемки. Мы захотим снять широкий угол, нам нужен будет широкоугольный объектив, там там полный пейзаж. Мы хотим снять какой-нибудь портрет или там крупный план какой-нибудь вещь, или там достать белку на дереве, да. Нам нужен будет длиннофокусный объектив там, ну и так далее, там портретники нужны будут. То есть нам нужно с собой будет 4-5 объективов, плюс еще какая-нибудь ерунда. И таскать с собой такую всю фигню, помимо того, что необходимо еще в принципе в походе, это очень затруднительно. Поэтому проще с собой взять более-менее качественный зум с какими-то самыми, так вот прикинуть, какие самые необходимые будут углы, да. То есть какое фокусное расстояние будет рабочим, основных несколько, и взять такой соответственно зум, да. То есть единственное, что опять же, как я сказал, они будут разные. Есть тоже вот этот зум, который я показал, простенький, дешевый, есть подороже, более качественные. И самое главное, обычно на дешевых китовых зумах, они бывают темные. То есть у них начальная апертура, начальная диафрагма, у них начинается чаще всего там с 4-5, в лучшем случае с 3-5, в лучшем случае с 3-5. То есть там уже нельзя обычно в темное время снимать? Да дело не в том, что оно и в светлое это время не очень хорошо. Во-первых, уже не получится той размытости, о которой мы говорили. Да даже в принципе там размытость, если бы даже и была, не очень помогла. То есть начинается с 4-5,6 либо с 3,5-5,6. А, скажем так, более качественные начинаются с 2,8 или там еще более широкое отверстие. То есть здесь стоит дороже. Вот, а самые качественные зум-объективы, у них обычная апертура фиксированная. То есть у них предположено на том объективе, который я только что показывал. А тут вот написано 2,8. 2,8 фиксированная здесь. Мы вернемся к этому дешевому. Тут написано вон 3,5-5,6. Что такое 3,5-5,6? Это значит на 14 она будет 3,5, а на 42 она будет уже 5,6. То есть это 5,6 уже ниже, не опустится, то есть шире не открыть. То есть 5,6 все, предел. Темнее может быть. То есть и света меньше у вас в объективе, и никакого размытия вы не получите и так далее. И это на 40, то с 5,6 это никуда не годно. Ну то есть вот чисто теоретически лучше иметь несколько объективов. Теоретически, как я уже говорил, покупка камеры со сменными объективами – это начало ваших затрат. Потому что разные задачи несут за собой разные. Как я уже сказал, в поход лучше с собой взять хороший качественный зум. А если вы находитесь в городе, и все, что вам нужно – доехать, предположим, до парка, где вы планируете поснимать там кого-то, или добраться до Новодевичего монастыря, где вы собираетесь пофотографировать скульптуры, это не так далеко, можно с собой рюкзак прихватить с кучей объективов, то что называется. Или если вы знаете, что вы поехали на дачу на машине, и вы можете позволить с собой взять уже отдельную сумку с рюкзаками, где она будет стоять на даче, где вы всегда можете вернуться, взять нужный объектив, и снова пойти куда-то в лес, на реку, в горы – это одна история. Все зависит от условий. Поэтому, соответственно, нельзя вот так вот сразу же сказать критически, что вот только зум, только фикс, только набор, целый мешок объективов. Нет. Это зависит от условий. Есть финансовые возможности. Про широкие не было, а вот для того, чтобы поймать белку на дереве. Это именно фокусный объектив вам нужен. Вам нужен телеобъектив, так сказать. Но телеобъектив, конечно, дико дорогие. Да нет, дело не в дико дорогие. Опять же, дико дорогие, хорошие объективы. Я только что об этом говорил. Не важно, при этом будут широкоугольники, не тоже дико дорогие. Не дико дорогие – это расходные дешевые объективы, скажем так. Телеобъектив, ну, скажем так, для Canon, если взять телеобъектив, который делает для пленочных полнокадровых камер, то, ну, можно там тысяч за пять взять вполне хороший телезуб. И я буду белку ловить. Да и не только белку луну можно фотографировать. Потому что, ну, я вот себе, тот, которым я пользуюсь на Canon, объектив с фиксированным, не самым светлым, но вполне нормальным отверстием 4, да, диафрагментным отверстием 4, от 100 до 300, я купил за 4,5 тысячи рублей. Это все, на самом деле, уже разговор чисто технический. Это все можно найти. Другое дело – просто четко для себя понимать, что мне надо, да. То есть, вот, надо понять, я цветы фотографирую, или я белок фотографирую, или я хочу все сразу, у меня достаточно денег, и я хочу их потратить. Я поняла, что я бы купила еще два. Я бы купила широкий, вот, потому что все-таки какие-то вещи, те же архитектурные какие-то штуки, мне бы, конечно, хотелось. И вот этот вот телевик, который. Ну, то есть… Тогда у меня получился бы портретник такой и такой. И я думаю, что для моих задач вот таких, наверное, этого бы хватило. Не такие уж они тяжелые, не такие уж они громоздкие, наверное. Есть в природе компромиссные неплохие зумы. Ну, не самые широкоугольные, но от нормального широкоугла до не самого длинного фокуса, но, тем не менее, скорее дальний портретник. Неплохие у Canon есть объективы 24-105. О, это такие телевики, да? Нет, они очень маленькие. Нет, но я имею в виду, что это я уже белку сниму. 105, ну, если белка близко, грубо говоря. Вот тех людей на лавочке можно довольно-таки неплохо сюда приблизить. То есть практически взять их портреты, да, то есть грудные портреты можно взять отсюда. А белка, ну, если она где-то не очень высоко, то да. Если мы возьмем все-таки 100-300, то у этого человека на той лавочке можно глаз сфотографировать, а белку можно взять далеко. Ну, 100-300 это, наверное, очень дорого, да? Да нет, я только что сказал, что около 5 тысяч можно взять. Я еще раз говорю, что все зависит от того, ну, вот если брать, скажем так, вот эти вот объективы, которые выпускают для пленочных камер, я их люблю даже не за то, что они дешевые. Мне просто нравится стекло, которое там есть. Ну, это на любителя. Потому что они, во-первых, потяжелее будут, потому что это не пластик, это металл и стекло. Мне это только нравится, потому что я считаю, что камера... На самом деле, в этом есть некий кайф в тяжелом объективе? Ну, это не кайф, это удобство, потому что более устойчиво, скажем так, не устойчиво, как сказать, более ухватисто, что ли. Потому что, когда он весит в руках, то можно более жестко его держать и, соответственно, меньше шевеленки будет, более удобно фокусироваться там и присматриваться. Не знаю, это просто по опыту, элементарно просто удобнее делать даже в этом, прежде всего. Вы уже упаковываете, достаньте мне флешку-то. А, да, 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 да. Чуть-чуть ни с кому не сделаю. Не, я просто, так как я другую-то не куплю... Не, не, нет, там еще и фотограф нет. Зачем мне чужая флешка, кто может такая парсивая? Значит, флешка должна быть для фотоаппарата. Ну, вот флешка SD. Флешка SD. Они прекрасно в этом самом, как же, понимают, о чем речь в магазинах. И большой скорость. Лучше скорость, не обязательно самую большую покупать, но побольше, скажем так. Я вот так вот вставляю? Да, да. А она не выйдет по-другому просто, без вариантов. По-другому она просто туда не захочет заходить. Объем, ну, там, на 8, на 32, что-нибудь такое, на 16. Насколько, скажем так, финансы позволяют, они не очень дорого стоят. Не самая сумасшедшая покупка. Флешка-то? Да, не самая сумасшедшая покупка. А примерно сколько они стоят? Я сейчас не знаю, но вот та вот, которая у меня сейчас фотоаппарата стоит на 32, со скоростью 10 я убрал рублей за 400. О, ну это вообще... Нет, я говорю, это не самая сумасшедшая покупка. Ну, 32 со скоростью 10. Не обязательно такую, просто... Они есть 32, 16, но это не важно. 16, 80, просто чем больше объем, тем больше фотографий, скажем так, на него войдет. Так как вы все равно пока в RAV снимать не собираетесь, да, то есть, то, соответственно, можно не гнаться за сильно большим числом. Там 16 или 32 хватит вполне, я бы так сказал. Вот, это я сейчас просто лишний сложу, это еще не значит, что мы закончим. Можно еще что-то положить. Говорите, просто убирай то, что не нужно, чтобы он здесь не валялся на лапке. Ну, да. Не мешалось. Сейчас сложил, вот так сложил. То, что я его не выключила, это вообще, конечно, было. Да, ну, просто ОФ, положение ОФ надо ставить. Ну, как вот мы тогда его включили, когда сидели, вот так он у меня и остался. Надо, надо смотреть за этим. Он, конечно, уходит в сонный режим, и в сонном режиме он не так расходует. И все равно, видите, она же была целиком заряжена, и на ночь поставила. Вот, соответственно, значит, примерно поняли с углом, примерно поняли, значит, с апературой, с диафрагмой, то есть, с размытостью, со всем остальным. Надо пока освоить это тренировкой. Как я уже сказал, у вас сейчас, в принципе, объектив. Надо просто понять, нужен ли вам вообще такой объектив. Поэтому я советую сейчас пока с ним очень бережно обращаться. Не трите его, пожалуйста, платками, юбками и так далее. Для протирания объектива существует... У меня есть какая-то штучка. Вот эта штучка называется Linz Pen. Есть, есть у меня такие. Да, я просто покажу, какие пользоваться сейчас. Давайте ваш аппарат, я просто его почищу. Я просто научу, чтобы тоже это делать правильно. То есть, прежде чем мы... Ну, как раз, снимаем крышку, держим крышку. Вот, сперва мы... Вот здесь вот такой венечек. Открываем его, выметаем. Вот еще и грязь какая-то, по всему прочему. Не только еще след от пальца, еще какая-то хрень. Почему надо сперва венечком подместить? Потому что, если какая-то пылинка попала, начнем шоркать, то мы ее поцарапаем, да. Потом с этой стороны Linz Pen мы... Вот такая штука. Мы просто ставим ее сюда и вот так вот круговыми движениями чистим. А что вот на ней такое? Я вижу, какая-то грязь. Сейчас посмотрим. Просто показываю, как чистить. Что-то попало, причем попало, по-моему, под фильтр. А, это фильтр даже. Это фильтр, да, где-то. Вот так как это фильтр, у вас он еще страшно грязный. Я советую сделать что? Я сейчас показал, как надо чистить. Объектив чистится так же. Подержите вот так вот. Объектив чистится так же, аккуратненько. Я вот таким же движением сейчас не буду, потому что он чистый у вас. Вот так вот поставили серединку и серединки к краям этим Linz Pen. Вот они продаются здесь, в принципе. А можно я попробую вот эту? Пожалуйста. То есть вот так я делаю? Да. Не-не-не, не так. Вы терете на одном месте. Обязательно оно должно по диаметру идти. Из серединки и пошло равными движениями. Нельзя тереть на одном месте, а то вы иначе просто размазываете. Вот так? Да-да-да. И все шире, 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 шире. Так она не убирается? Она не уберется, потому что надо ее мыть, я сейчас рассказываю. Ага. Это бесполезно, Linz Pen, потому что какую-то фигню на него и она там засохла. То есть вы дома возьмете аккуратненько, возьмете, есть специальные тряпки для протирания оптики. Такие из микрофибр, подаются в очковых магазинах, их очень много. Просто зайдите, скажите, мне салфетку для протирания оптики. Они бывают там черные, синие, белые, любые. У меня с собой просто сейчас нету. Давайте оденем, чтобы объектив не прочкался. Вот дома аккуратненько снимите вот эту защитную... Я думала целиком объектив, а это оказывается какой-то экран. Ну это не экран, это защитный световой фильтр. Он защищает от брызг и грязи, иначе бы это грязь все было на вашем объективе сейчас. Короче говоря, дома снимите, открутите вот этот световой фильтр. Аккуратненько его тепленькой водичкой и капелькой ферри пальчиком. Пальчиком, пальчиком аккуратненько его помоете. Потом в проточной воде его аккуратненько сполоснете. И вот этой тряпочкой, микрофиброй аккуратненько это самое вытрите с него, чтобы водичкой остаться, все равно разводу после этого. А вот эти разводы уберете вот этим с пеном, как я уже учил. Вот тогда, потому что у вас сейчас он просто очень сильно загажен. Вся эта загаженность будет влиять на качество снимков. Потому что свет проходит через дополнительные преграды. И получается, особенно на каком-нибудь синем небе это очень хорошо заметно будет. Когда будете снимать там что-нибудь, где будет небо, и на небе будет какой-нибудь там какашка такая висеть будет. Поэтому, соответственно, это не очень хорошо. На чем это? А, мы говорили о том, что вот этот объектив, обращайтесь с ним аккуратно. Потому что мне кажется, что все-таки вам он не очень нужен этот объектив. Это не ваш, мне кажется, объектив из того, что я уже понял. А почему вы обращаетесь аккуратно? Что если он будет в хорошем состоянии, можно попытаться его либо, а, поменять на другой, более подходящий вам по фокусному расстоянию, либо продать и купить на эти деньги другой. Соответственно, в наше время продать что-то сложно, проще поменять. Потому что вам все равно нужен другой объектив взамен. И можно, предположим, договориться поменять его на более широкоугольный, с какой-то доплатой, или на более длиннофокусный, чтобы белок доставать, или на зум, или еще на что-то такое. Поэтому, честно, аккуратно, чтобы его там не поцарапать, не побить, еще чего-нибудь там с ним не захаратить никакого, чтобы он работал, электронику вот не испортить. Потому что, как вот мы оторвали сейчас чип, может также оторвать часть объектива, поэтому аккуратненько вот к красной точке. Ну, правда, вам сейчас снимать вроде ни к чему его. То есть, по большому счету, не то, что я зря его купила, да? Нет, ну, зря, не зря. Зря вообще эту камеру купили, я считаю. По той простой причине, что вам лучше бы купить беззеркалку, как я уже сказал, для тех целей, то, что вы сказали. Ну, то, что я сейчас показывал, типа вот этого. Неважно уже будет, это она Canon, тоже, Olympus, она будет Panasonic или еще какая-то. Сейчас очень многие компании выпускают беззеркалки. Просто для ваших целей, мне кажется, зеркалка, ну... С другой стороны, если вам тоже нравится размер, в данном случае, да, камеры, потому что мне вот, я вот сам, купив эту беззеркалку, понял, что я все равно, я же рассказывал эту историю в прошлый раз, что когда я покупал эту камеру, я сперопродал свою зеркалку, я из чувства эксперимента, я решил купить беззеркалку, но поснимав я какое-то время, понял, что мне не хватает в этой камере ни ее возможности, нет, возможности мне хватает за глаза, мне не хватает размера. Она маленькая, мне неудобно маленькой снимать камеры. Чаще всего, потому что мне не хватает в ней именно вот такой, ну, брутальности, ухватистости. Вот, мне это важно. Мне удобно снимать именно большими объективами и большими камерами. Мне удобно, это все очень индивидуально. Я так более, потому что у меня есть определенная позиция, скандарт-поза, в которой я стою, да, то есть, в которой я держу камеру и так далее, и мне вот эта маленькая просто неудобно. Мне, индивидуально, все очень индивидуально. Вот, но при этом я не стал ее продавать, потому что я ставил ее для других целей. У меня четко разделено. С Canon'ом и своими огромными объективами я хожу, предположим, на охоту по городу. Эту камеру использую для предметной съемки, для экспериментов там, для макро я снимаю не цветочки, я снимаю там монетки там, еще какую-то ерунду, часики крупным планом, там, и так далее. Такие вот вещи, да. Вот, макро им снимать неудобно, еще какие-то вещи. Потому что в макро там фокусировка по-другому идет. Там фокусируемся в основном движением камеры самой, и в данном случае как раз вот удобнее вот этого. Ну, еще какие-то нюансы, в которых она мне удобнее. А самое главное для экспериментов, потому что на нее можно цепить любую ерунду. Поэтому у меня как бы две камеры из-за этого. На самом деле больше, может, еще есть пленочные камеры. Если говорить об электронных, то вот. Я бы с удовольствием купил бы еще третий, но у меня нет на это денег пока свободных. Я бы купил, вот я в прошлый раз рассказывал о FUJI, да, я бы с удовольствием купил себе предположим FUJI X30. Именно камера со встроенным объективом, которая не подразумевает сменные объективы, именно для передвижения по городу, поездок и так далее. Потому что это хорошая беззеркальная камера с жестко встроенным объективом, с переменно фокусным расстоянием, четырехкратный там зум оптический, что более чем достаточно для основных задач. У него, наверное, неплохая светосильность. Самое главное, это то, что там сделана компания FUJI, это проработка именно той картинки. Мне очень нравится, это тот случай, когда я готов был даже снимать бы в JPEG, потому что на выходе картинка того качества, которое меня полностью устраивает по цветовой гамме, ну, по всем параметрам, скажем так, да. То есть, поэтому для каких-то городских съемок, для мероприятий, ну, вот я часто снимаю там какие-нибудь Дни города, для себя, там праздники какие-нибудь там в музеоне, еще что-нибудь такое. Мне тоже, кстати, очень нравится такая тема. Да, за людьми поглядывать. Она небольшая камера, у нее четырехкратный зум, у нее неплохие JPEG-овые камеры JPEG, то есть, она как раз позволяет вот для такой репортажной съемки, ничего не надо. Вот я бы не стал заморачиваться. Самое главное, стоит она недорого, не так страшно ее разбить. А сколько она стоит? 27 тысяч. Вполне можно было купить вот вместо этого, которое... Я поэтому и говорю. Именно поэтому я сейчас, я уже писал об этом, уже переосмыслив все, что есть и людей, которые ко мне идут. Я хочу вот этот проект существует сейчас закрыть, а в новом проекте акцентировать больше даже не настолько на съемку, сколько на выбор камеры. Потому что ко мне просто косяком идут люди, вот я же новичков как бы, да, косяком идут люди, которые неправильно выбрали камеру. Потому что большинству из них просто не нужна зеркалка. Просто не нужна зеркалка. На самом деле нужна беззеркалка. Причем беззеркалки тоже разные компактности есть. Есть компактные такие же, как я уже показал. Есть вот Fuji, он чуть побольше вот этой камеры, которую я сейчас для себя бы взял, да. Но у него опять же жестко встроенный объектив, поэтому спереди ничего не торчит. Поэтому спорно, что он более компактный. То есть получается, так как у него встроенный объектив, то есть на него затраты заканчивают? Да. 27 и все. 27 и все. И не надо никакой чертовой точки. Если вам не хватает 4-х кратного объектива, есть насадки. Вот. Они, конечно, чуть-чуть ухудшают картинку, но для большинства пользователей будет не критично. Конвертеры всевозможные, которые позволяют превратить там фокус на расстоянии 50 в 100. Вот. Специальные линзы, которые накручиваются. Вот как мы сейчас накручивали вот этот вот защитный фильтр, есть линзы, которые вот так же накручиваются, которые являются, ну там не линза, там скорее такая небольшая колобашечка, да, которая накручивается, накручивается и получается просто у вас удлинение фокуса. Или наоборот широта угла. То есть накрутить широкоугольную насадку, у которой менисковая тоже линза, и она расширяет вам угол. Такие штуки есть. Вот это могут быть единственные, например, дополнительные затраты, но еще могут быть дополнительные затраты на аксессуарику, типа там футляр более удобный, там кожаный какой-нибудь, там еще какая-нибудь ерунда вот такая. Но в целом покупка камеры, вот уже один раз купили камеру, футляр, там крышку к ней, еще какую-то мелочь там, и все считают, что на это ваши затраты закончились. В большинстве случаев для 90% начинающих фотолюбителей... Вот у меня муж, он говорит, мне нужно что-то такое, чтобы я не парился. Во-первых, ему не нужно по размеру, ему вот этот велик. Он говорит, я хочу положить в карман и пойти на экскурсию. Я обычно всегда для таких людей советую два типа камеры, потому что мною лично, опытным путем селекционного отбора, так сказать, да, то есть я просто делал как, я брал на время эти камеры, в каком-то случае я мог взять у людей, в каком-то случае просто есть магазины, в которых можно взять, а потом вернуть, сказав, что мне это не понравилось. Раньше и он это был, в М-видео это можно, да, ну не понравилось, и все, 30 дней. Главное, чтобы камера была не поцарапанная, не побитая, коробка не поцарапанная, то есть чтобы вернул так же, как есть, и все, вопросов нет, деньги возвращают. И я селекционным путем, вот так вот проведя, отобрал всего две камеры существующего модельно, то есть кому нужна большая компактность, то я рекомендую Sony RX100. Вот, они сейчас уже существуют четырех поколений, единственное, что четвертое поколение, оно довольно-таки дорогое, оно самое лучшее, но и самая дорогая, стоит такая камера порядка 45 тысяч. Она маленькая, она размером с пачку сигарет, но при этом у нее целая дюймовая матрица, то есть у вас это качество приближено практически к хорошей зеркалке, то есть у нее дюймовая матрица, у нее хороший светосильный объектив тоже четырехкратным зумом, то она в принципе даже неплохое размытие делает на портретном фокусном расстоянии. Она пишет отличное HD-видео с неплохим звуком, то есть она делает просто отличные снимки, но у нее, скажем так, для любителей вот эти вот состройные фильтры, для тех, кто любит всевозможную стилизацию снимков, она у них не очень, я считаю, у Sony не интересная. Sony интересная, мне, скажем так, цветовая гамма Sony в принципе не очень нравится. Мне нравится сама камера, а для тех, кто хочет компактно все, она входит буквально в рубашку камеры, задний карман брюк, как говорится, не оттоплено, пачка сигарет, ее размер, и при этом она делает отличные снимки. Первое поколение камеры в магазинах уже купить сложно, но можно купить на бушном рынке от 20 тысяч, можем даже дешевле, но от 20 можно купить в хорошем состоянии, будем так говорить, не убитую. 20, 22, 23, вот так вот. Новая будет стоить порядка 45, надо точно посмотреть, но примерно вот так будет стоить, это четвертого поколения. Другая камера, которую я рекомендую, тоже мной названная, Fuji Film X30. Она будет побольше. Она будет чуть больше той камеры, которую я вам показала с Олимпусом. Единственное, что у Олимпуса, как я уже сказал, смена веки большой, а вот ее будет просто так, как он утоплен, она просто чуть выдвигается. У него просто отличная картинка. У него как раз не очень хорошее видео. То есть она как? Это по моим критериям не очень хорошее. Она хуже, чем у Sony. Но зато фото у него намного лучше. Намного интересно. Как уже сказал, у меня вообще нет вопросов к снимкам Fuji Film. Вот даже я при всей своей капризности и при всем своем педантизме и, я бы даже сказал, перфициционизме, я бы готов был даже использовать их недоработанными в режиме, как есть. Более того, те режимы внутренней обработки, пресеты, которые у них стилизационные есть, они сделаны инженерами, точнее даже не инженерами, а, скажем так, программистами Fuji Film сделаны так, что они долго корпели, чтобы подобрать их, максимально похожими на те пленки, которые когда-то выпускала Fuji Film. Вот, на самом деле, кто-то, помните, был, был, по-моему, Canon старой тоже пленки, да? Или кодек, кодек, кодек. И был Fuji. И были люди, которые именно покупали именно Fuji. Ну, дело не в этом. Просто они... Даже был разный цвет. У них вот тот набор фильтров, который у них есть, вот этих вот, да, пресетов по обработке, они все сделаны на базе именно долгой проработки совместного работы инженеров, химиков, Fuji Film и программистов, чтобы вывести пресеты такие, которые максимально приближают картинку, сделанную с этим пресетом, к тому, что получилось бы примерно на сделанной пленке то, как назван вот этот пресет. Потому что все пресеты названы по названию пленки. И даже черно-белый, он не просто черно-белый, потому что в черно-белый режим можно перевести снимок по-разному, потому что можно перевести с использования с синего фильтра, красного фильтра, желтого фильтра и так далее. А тут именно использованный черно-белый режим такой, который подблизrin к той пленке, именно которые выпускались на фотофирме. А вот интересно, на моем можно черно-белы режимίζoque? Да есть, конечно, там переключение режимов, только зачем? Если вы снимаете снимок цвета, то сделать с ним черно-белые на компьютере это буквально одно нажатие. Потому что из цветного сделать черно-белые можно всегда, а с черно-белая цветные обратно уже не получится. Нет смысла делать, В черно-белый надо снимать тогда, когда вы снимаете осмысленно и уже понимаете, что вы просто в принципе никогда не соберетесь делать обратно. Вот я снимаю принципиально черно-белые фотографии на цифровом фотоаппарате, более того, нуарные фотографии, потому что я четко сразу понимаю и я сразу вижу уже его черно-белый. Мне он не нужен уже, никогда не будет цветной. Поэтому это другая уже совершенно история. Более того, я бы хотел иметь, но стоит очень дорого, лейку монохром, которая в принципе не умеет снимать на цвете, она снимает только монохром фотографии. Но стоит страшно дорого, она стоит 200 тысяч. Но лейки вообще, мне кажется, какие-то беспределные. Ну, они того стоят. Другое дело, что если есть такие деньги, то другое дело. И, как я уже сказал, вот Fujifilm это второй, который я рекомендую. Он просто побольше. Тому, кому категорически важен компакт, то есть важно, чтобы он был действительно размером с пачкой сигарет, он хочет просто всегда не расставаться с ним нигде и никогда, то вот Sony. Тому, кто хочет все-таки более, как это в народе преданно называть, старого лампового качества, да, вот это так принято, определять любое такое слегка, ну, помягче, скажем так, слегка краски не такие более приглушенные. Потому что у Sony все-таки я не люблю тоже едкие вот эти яркие краски, которые дает Sony. Многим нравится как раз. И поэтому я говорю, что в таком случае, и человек может в данном случае пожертвовать компактностью в пользу от этих всех нюансов, я рекомендую Fujifilm X30. Мы не вовремя встретились. Теперь я уже не буду, наверное, покупать. Конечно, у вас уже есть. Ну, с другой стороны, надо отдать себе отчет. Может быть, проще попытаться продать этот и купить тот, чем дальше вкладывать покупку в стекол. Потому что, если вы сейчас в это дело погрязнете, вам уже сложнее будет с ним расставаться, потому что уже будут куплены такие, такие, такие объективы. Я советую, что сделать. Пойти либо вот сюда, в магазин Фотопарк. Вот хороший здесь вот онлайн трейд Фотопарк, здесь вот на Балтийской. Либо пойти, предположим, на Войковскую, это самое в МВидео, там очень хорошее МВидео. Не ходить в авиапарк, может, там плохое МВидео, а пойти на Войковскую, там хорошее МВидео. Метрополис? Да, на втором этаже. Там, во-первых, может, хорошие менеджеры, которые действительно внимательно не эти профигисты, которые работают в авиапарке, и они действительно помогают, готовы подсказать, или не мешать вам, если вам, наоборот, это надо. Готовы достать из витрины нужную камеру и дать вам в руки. То же самое, как и вот в Фотопарке. И вы придете со своей карточкой обязательно. Во-первых, покрутите в руках. Во-вторых, сделайте снимки на эту карточку. Попросите, чтобы вы дали заряженному аккумулятору, потому что у них там разные есть. С витриной может быть не заряженный аккумулятор, но лучше заряженном, чтобы поснимать. Как минимум, подержите в руках, чтобы просто понять идеологию камеры, посмотреть на нее, подержать ее в руках, сравнить ее с тем, что у вас уже сейчас есть. Потому что, с одной стороны, да, это уже куплено, но о чем мы говорили сперва? Мы говорили о покупке от двух, как минимум, объективов. Такая покупка вам потянет как минимум на 10 тысяч. Это половина Фуджи Филма. Ну, не половина, а треть. А потом захочется что-то еще. Поэтому надо задать себе вопрос сперва. С другой стороны, я ее полюбила. Она мне нравится. Вот, я еще раз говорю, что надо постоянно задать себе этот вопрос. Никто же не мешает вам зайти и посмотреть на Фуджи Филм. К тому же муж там что-то ищет. И на Фуджи Филме, и на Sony RX100, и другие покрутить в руках. Просто покрутить в руках. И просто для себя понять. А уже потом, уже подекрутив в руках и понимая идеологию, когда уже захотите покупать объективы, задайте себе вопрос. Вот тогда уже. Хочу ли я покупать объективы? Или я пока поснимаю, поучусь, скажем, на том, что есть вообще без покупки других объективов. И когда уже все пойму, может куплю себе лучше вот такую со стороны объектива. Мне этого хватит. Но белку уже, конечно, будет тяжело. Потому что там, ну, либо конвентарно вкручивать, либо, да. Потому что, в чем разница? Та камера, это хорошая тревел-камера, да? То есть камера, которую можно таскать за собой, чтобы дома, чтобы мероприятие снимать, чтобы друзей снимать. Я полагаю, что она должна быть вторую. Да, у меня даже третий в моем случае, как я сказал. Я тоже хочу, у меня пока не свободный рынок. Тогда, знаете, какой у меня вопрос? Вот вы рекомендуете вот эту вот фуджи. А если, например, брать тоже фуджи, но ценой ниже? Нет. Нет, да? Как сказать, это оптимально подобранная камера, вот именно для второй или третьей камеры, как я уже сказал, для камеры тревел, такую, которая всегда с собой. Это, как я сказал, RX, Sony RX100 и X30 Fujifilm. Потому что это именно сбалансированное сочетание качества и цены. То есть камера, которая, с одной стороны, имеет практически все в функционале, то есть все необходимые вещи. Во-первых, четырехкратный объектив, которого хватает для большинства задач при путешествиях или при выхождении по городу. Хватает большинства случаев. Имеет хорошую светосильную оптику. Имеет встроенный Wi-Fi для того, чтобы фотографии можно было либо перебросить сразу же там в ВКонтакте или в Фейсбук, или на сайт запостить, или отправить куда-то на Dropbox, или, предположим, управлять со смартфона камера, когда нужно поснимать что-то там, ну, предположим, самого себя там, грубо говоря, или нужно поснимать так, чтобы было незаметно, поставить его там в кусты, он туда его поставить, и отсюда на смартфоне управлять, чтобы другие не видели. Для этого там есть режим Wi-Fi для этого, встроенный Wi-Fi. Там есть все необходимое, они снимают и та, и другая, и Sony, и Full Film в RAV, необходимости вы уже дойдете до уровня, когда готовы будете снимать в RAV, то есть, соответственно, там уже есть и RAV, ну, то есть, все. А есть ли это Fudjo, например, на вторичном рынке? Конечно есть. Конечно есть. Не сильно дешевле. Я смотрел, ну, так она стоит 27, новая, потому что она новая. Эта модель вышла совсем недавно, эта модель меньше года. Поэтому на вторичном рынке максимум тысяч на 5-6 купить дешевле. Вот, я считаю, она не стоит того. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok